Братья и сестры, коллеги, просто народ Российской Федерации. Даже не можете представить, что творится здесь, как мы когда-то говорили, кровной украинской земле. Братья-славяне это все чушь, это все полнейшая чушь. Здесь братья только те, которые ее защищают, а остальные это все гости, которые сюда прибыли. Тюрки, не русские, даже те самые российские военные, которые здесь не видят, что творят, не понимают, что делать и зачем они это делают. Все это политика, все это деньги, которые когда-то кому-то нужны были, а сейчас их надо просто забрать. И то, что вот эти слова о каких-то там ополченцах, каких-то там двух республиках, правильно я все это сделал вывод, то что страна должна быть единой. Не может быть, как в России, какой-то там Псковской Народной Республики, не может быть Чувашской Народной Республики. Страна должна быть едина, как она есть на самом деле. Если есть Российская Федерация, то же самое, если есть Республика Края. Она не должна быть никаких ни Луганских Народных, никаких Донецких Народных. Это все неправильно, это все не так, как говорят вам в нашем СМИ. А в нашем СМИ очень много говорят неправды, очень много врут. На самом деле, побывав здесь, просто я понял это за день. Я на самом деле познакомился с теми людьми, которые здесь есть, которые относятся к нам, как к братьям славянам, но им обидно за то, что эти братья славяне пришли к ним с оружием, чего они никак от нас не ожидали. Памятники, которые есть, которые говорят в СМИ, то, что рушатся, то, что ветераны плачут, они все стоят на самом деле. Все это есть. И не знаю, для кого это делается. Но это делается для того, чтобы затуманить людям глаза, для того, чтобы дать им понять то, что все делается, как оно делается. Россия хочет от Украины деньги, которые когда-то доставал бывший президент, которого они сами лично, выбрав по своей нации, решили брать. То, что поняли, что может быть, как политик, он был неплохой человек, но он стал воровать много денег, он и все. Самое главное народу понять это. Прекратите, пожалуйста, посылать туда пацанов. Перестаньте, не надо. Зачем? Это не наша война. Это не наша война. И здесь бы не было бы нас, ничего бы не было бы. Они бы сами разобрались в своем государстве со своим личным проблемами. Действительно, почему? Что нам не хватает? У нас есть все. Но у нас, возможно, нет каких-то там денег, в которых маленькая Украина, братская Украина, где живут народ славянин, тут борьба за русскоязычный народ. Да тут все говорят по-русски, говорят свободно. В любом городе, в любой деревне. Пришел я, человек русскоговорящий, меня спрашивают, привет. К сожалению, Мерасия. Мне говорят, привет на русском языке. Никак не по-другому, потому что понимаю то, что я русский человек. И разговаривать со мной на русском языке. Не употребляя никакие там украинские, еще что-то. Ну, возможно, что-то есть, но все равно большинство здесь, как говорят, борьба за русскоязычный народ, так он тут 99%, наверное, и борьба за всю Украину получается. Так А Украина-то хочет, у них-то никто это не спросил. Много очень понял, очень много. Не знаю, что будет дальше там, не знаю. Я доеду, но смысл мне, я не хочу ехать домой, не хочу. Единственное, только из-за матери. А так не хочу, потому что то, что мне навязали там, жил бы я здесь, я бы никогда в жизни не сделал. Не послать народ сюда, пожалуйста, мне послать не надо. Зачем? Пусть политики разбираются сами. Здесь столько народу емут. И просто обычных парней, у которых даже еще нет семьи, нет ничего. У меня есть семья, да, есть дочь. Что она обо мне потом скажет? Папа воевал. А за что воевал? Да кто воевал? Папа просто уехал неизвестно куда, неизвестно зачем. А разве об этом хотят говорить дети в будущем? Дети хотят говорить то, что все хорошо. А все хорошо будет тогда, когда будут общие понимания, а не как у нас. У нас все, что сказал Верховный, все так оно и есть. А никто об этом не задумывается. Хорошо. Представьтесь. Генералов Алексей. Суржанская, Российская Федерация. Подразделение. Инженерного саперного народа. Инженерного саперного взвода. 331-го парашюта сантового болта. 28-й, разрушанская дивизия, Российская Федерация.